Здравствуйте друзья. Иногда у меня возникает желание смастерить что-нибудь интересное и я уже делился с вами результатами своей работы. Например не так давно делал два видео посвященных модернизации источника бесперебойного питания и интеграции его в Home Assistant, рассказывал про сенсор электричества и так далее. Это видео из той же серии сделай сам и посвящено оно небольшому светильнику на адресных светодиодах, которым управляет модуль ESP32 с прошивкой VLED. Кто не видел мои прошлые видео, в которых я подробно рассматриваю возможности прошивки, интеграцию в Home Assistant, а также способы управления из него, ссылки я оставлю в описании. Рекомендую ознакомиться, так как повторять сказанное там я не буду. В моей системе умного дома сейчас используются две адресные ленты длиной по 10 метров каждая, в качестве подсветок для детских комнат. Управление я реализовал на таких же модулях ESP32, которые будут показаны и в этом видео. Но в данном случае он будет управлять не лентой, а небольшим круглым светильником. Идея сделать нечто подобное возникла у меня давно и вот наконец дошли руки воплотить ее в реальность. Развлечение на пару часов в выходной день. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся темы умного дома. И подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. В качестве управляющего модуля я использую ESP32 vroom. Мне он больше нравится чем ESP8266, он более стабильный и мощный, при этом не намного дороже. У меня 4 таких модуля, которые купил достаточно давно. Сначала они использовались у меня как bluetooth шлюзы на прошивке ESP Home. Но я отказался от такого их применения пару лет назад, вся моя рабочая инфраструктура максимально переведена на ZigBee. А модули перевел на управление адресными диодами с прошивкой VLED. Ссылки на них и другие устройства показанные в видео, вы найдете в описании. У меня используется 30 пиновая версия модуля. Адресные диоды я брал в виде колец, ссылка на магазин в описании. Там, если не считать цвета подложки, доступно 5 вариантов, от 8 до 45 диодов на кольце. Я заказал 3 самых больших, на 24, 35 и 45 диодов, всего 104. Правда после монтажа понял, что нужно было брать если не все, то на 16 диодов точно. Каждое кольцо имеет пару тройных контактов на вход и выход, все они соединяются друг с другом последовательно, образуя одну линию адресных диодов расположенную в виде колец. Одним из ключевых для меня вопросов был корпус для светильника. После поисков я остановился на этом варианте. Он подходит по диаметру, недорогой и достаточно компактный. Выглядит он вот так, в передней части находится полупрозрачный матовый рассеиватель, под которым находятся светодиоды, мне это подходит. В базовой версии это простой светильник с питанием от сети переменного тока. Светит теплым желтым, но мне без разницы, штатные светодиоды я буду извлекать. Сначала нужно прошить модуль ESP32 специальной прошивкой которая называется VLED. Это очень просто, никаких дополнительных устройств для этого не нужно, только кабель USB microUSB, которым подключаем модуль к свободному порту на компьютере. Более того не нужно даже ничего устанавливать, шьется прямо из браузера, ссылка в описании. Выбираем подключенный модуль и подключаемся. У меня уже стоит прошивка VLED, я выберу пункт Reset. На пустом модуле выбирайте пункт прошивки. Процесс длится около двух минут, просто ждем ничего делать не надо. На этом шаге указываем название и пароль к вашей Wi-Fi сети. Готово, можно переходить на страницу интерфейса. Подробнее о нем я рассказывал в своих прошлых видео, ссылки в описании. Тут все интуитивно понятно. Наборы цветов, эффекты, их настройки, создание пресетов и компоновка плейлистов из них. Модуль готов к работе и идем дальше. Мне в свое время распечатали корпуса для ESP32 модулей, очень удобные и рассчитанные именно под них, так гораздо лучше чем использовать их в виде голых плат. Файл исходник для печати можно скачать по ссылке в описании. Если у вас есть свой 3D принтер распечатать или обратиться в компанию, которая предоставляет такие услуги. Для работы с адресными лентами, нам понадобится припаять стандартный трехконтактный разъем к этим выводам, что куда показано на слайде. Питание можно подавать и через microUSB самого модуля, но там ограничение по току не более 2 ампер, либо подавать напрямую на ленту, там уже нет ограничений. ESP32 при этом отдельно запитывать не понадобится, он возьмет питание от ленты. С условием установки внутрь такого корпуса, это будет выглядеть примерно так. Припаивать надо с тем расчетом, чтобы не увеличивать габариты модуля по высоте. Ну и понадобится легкая доработка корпуса, просверлить отверстие через которое провести провода от разъема, кстати ссылку на них вы тоже найдете в описании. Для первой проверки, надо же понимать работает это все или нет, собираю все соединяя между собой комплектные трехконтактные разъемы. Начало будет от большого кольца и завершаться на маленьком. Все комплектующие в рабочем состоянии это очень радует. Адресные диоды, напомню в отличие от обычных, могут работать как все вместе, так и по отдельности. В один момент времени могут светиться разными цветами или вообще не светиться, это дает возможность использовать на них самые разнообразные световые эффекты. Проверяем соответствие цветов в интерфейсе реальным. Для этого на эффекте Solid, это постоянный свет выбранным цветом, включаем поочередно красный, синий и зеленый. Сверяем с цветом свечения диодов, в некоторых случаях порядок нужно менять. Это делается в настройках, третий пункт для установки параметров LED. В самом верху установка ограничения максимального тока. При использовании microUSB разъема ESP32 для питания не более 2 ампер. При использовании внешнего блока питания в зависимости от его мощности. Ниже есть меню с выбором порядка цветов. Мои светодиодные кольца соответствуют настройке по умолчанию Green, Red, Blue. Если у вас какие-то цвета перепутаны, то выбирайте соответствующий. Ниже устанавливаем количество диодов, у меня это 104, с четвертым кольцом на 16 было бы 120. Это необходимо для корректной работы световых эффектов. Пора приступать к сборке. На задней стороне моего светильника имеется съемная контактная площадка. Предполагается, что она будет закреплена на стене или потолке, а светильник будет подключаться или сниматься с нее. Питание подается через пару прижимных контактов. Корпус состоит из двух половинок, которая держится на защелках. Открываю его. Переднее кольцо металлическое и все остальное пластик. Штатно в светильнике установлена LED-лента на алюминиевом основании, с направлением свечения в центр лампы и при помощи рассеивателя обеспечивается равномерный световой поток. Адресные кольца отлично подходят по размеру, даже с запасом. Вот на этом этапе я подумал, что стоило заказать 4, а то и все 5 колец. Возможно, что я так и сделаю и доработаю этот светильник. Вынимаю штатную ленту, она мне больше не пригодится, по крайней мере в этом светильнике точно. Может где-то найдется и ей применение. Убираю лишние провода и разъемы, так будет гораздо компактнее. Контроллер ESP32 будет подключаться к большому кольцу, а кабель питания, я планирую использовать внешний блок питания, к освободившимся сейчас контактам малого кольца. Проверяю на каждом этапе, чтобы в случае возникновения какой-то неполадки, сразу оперативно исправить ее. Теперь нужно сделать выводы для питания и контроллера. Изначально не было до конца ясно, поместится ESP32 внутрь светильника или нет. Сейчас выяснилось, что нет, так что корпус с контроллером будет закреплен сзади. Для питания использую стандартный DC 5.5х2.1мм разъем. Выводы припаиваю к адресным кольцам и снова тестовая проверка, все в порядке, работает как и задумано. А вот так они будут выглядеть через рассеиватель. Примерно так я себе все и представлял, еще раз подумалось, что надо было брать больше светодиодных колец. Теперь собираю все вместе. При помощи двустороннего скотча закрепил корпус ESP32 сзади светильника, хотя не исключаю, что после установки светильника, тут у меня еще нет окончательного решения, я как-то изменю его положение, а возможно и вынесу значительно дальше. Кольца в корпусе тоже закрепил на двусторонний скотч, держится хорошо и снять в случае чего будет несложно. Что касается нагрева, то забегая вперед скажу, что он очень невелик. Светильник работал много часов подряд и корпус был еле теплым. Блок питания я также купил заранее, ссылку на неоднократно проверенный мной магазин оставлю в описании. Я буду использовать версию на 5 вольт и ток до 3 ампер, ограничение в VLED пока таки оставлю на 2 ампера. Основной планируемый кейс использования это световой индикатор на разные события. Завершение стирки, активация некоторых режимов работы умного дома, напоминание, забытые открытые двери, различные аварийные ситуации и тревоги. Эффекта ведь световых схем тут предостаточно, есть из чего подбирать. Чем я и займусь после того как решу куда окончательно установить светильник. Что касается энергопотребления, в режиме полной яркости на статическом белом свете, кстати довольно яркий, его можно использовать как обычный светильник, потребление упирается в установленный лимит. В режиме эффектов на половинной яркости, как он используется большую часть времени, потребление значительно ниже. Например на эффекте пила, где используются практически все диоды одновременно, ток потребления находится на уровне 800 мА. А на эффектах с небольшим заполнением, бегающими огоньками и тому подобное, и того меньше, порядка 350 мА. В сочетании с напряжением питания 5 вольт, это позволяет использовать светильник с бюджетными источниками бесперебойного питания, например этим на двух аккумуляторах 18650, ссылку на его обзор вы также найдете в описании. Вот на что я потратил пару часов своего свободного времени в воскресенье. Результат мне нравится и это для меня главное. Теперь нужно вживую проверить все варианты мест, куда светильник можно установить на постоянной основе и начать подбор эффектов для оповещений и вариантов для использования в качестве дежурной или аварийной подсветки, в комплекте с источником бесперебойного питания. На этом все, пишите в комментариях свое мнение, делитесь идеями и наработками. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на все устройства и аксессуары, что были показаны в видео. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме. Мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Редактор субтитров А.Семкин